В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения выдающегося русского композитора, пианиста и дирижёра Сергея Васильевича Рахманинова. В программу включены композиции и таких известных русских классиков, как Дмитрий Шостакович, Пётр Чайковский, Модест Мусоргский, Георгий Свиридов и, конечно, Сергей Рахманинов. По поручению Алексея Сергеевича Копокородского, главы города Сочи, управления культурой, старается как можно разнообразить свою программу, тем самым привлечь всё большее количество зрителей на свои программы, на свои концерты и различные мероприятия. Стоит отметить, что на курорте культурная сфера является одной из важнейших, ведь для жителей очень важны события, связанные с искусством в различных его проявлениях. Вообще задача фестиваля – соединить артистическую составляющую города Сочи именно со звёздами классического искусства нашей страны. Я думаю, что и в этом году будут такие откровения и для публики, и для артистов, именно фестивальные программы, потому что артисты будут собираться практически накануне концертов, и это всё будет настолько живо, настолько ярко и неповторимо. На презентации фестиваля сонату для виолончели и фортепиано исполнил заслуженный артист России Владимир Шохов, который уже 65 лет не расстаётся с виолончелью. Он принимал участие в концертах в Вене, Милане, Любляне, Париже, и буквально через несколько дней жители города Сочи смогут познакомиться с его творчеством и прочувствовать музыку, исполняемую заслуженным артистом. У меня вся музыка Сергея Васильевича Рахманинова вызывает оторопь. Восторг, оторопь и, вы знаете, состояние какого-то неземного восприятия этого композитора. Это очень среди моему, наверное, темпераменту, может быть, даже и моему возрасту сейчас. Управлением культуры администрации Сочи уделяется особое внимание сохранению культурного наследия. С учётом этих задач на каждый сезон формируется событийный календарь для жителей и гостей курорта. Фестиваль русской музыки и слова пройдёт в здании морского вокзала, в зале органной и камерной музыки и в зимнем театре с 19 по 22 ноября. Классическая музыка будет ждать своего слушателя в любой из этих дней. Алла Матюханова, Валерия Асачи, Дмитрий Петрий. Время новостей.